Потому что это повеление Божие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, инжил по-вашему. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Вот для этого мы и пришли. Пришли, чтобы возвестить о законе Божьем. Что Иисус умер и воскрес, и всех зовёт к покаянию. Батяне, тебе сколько лет вообще? А вам это никакого отношения не имеет к тому, что я говорю. Ну, считай, 150. Что из этого? Ну, мы же крестьяне, мы же должны друг другу не врать, а вы врилили. Я не вру, я говорю, считайте, я не сказал. Мне 81-й год. 81-й год? Да. Да вы прекрасно вообще с этим своим годом. А меня Господь сохранил. Когда люди умирали здесь, а он меня спрятал в тюрьмы. Я только в 87-м... А можно вопрос задать, дедушка? В 87-м... А вы больше всего в своей жизни боитесь? Что? Повтори. А вы больше всего в своей жизни боитесь? Я что-то не слышу. Он говорит, что... Чего вы больше всего в своей жизни боитесь? Что вы больше всего боитесь? Боюсь Бога моего, чтобы не прогневать, поступать по воле Его Святой. Написано, начало мудрости, страх Господень. Что... Вы знаете, короче... Чтобы не оказаться в аду, не огорчить моего любимого Господа. А страх-то это же грех, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, чтобы не сотворить грех какой. Грех отвращает от Бога. Нет, ну, страх, по-моему, это грех. Наоборот, мудрость это Божия. Написано. Притча Соломона, 1 глава, 7 стих. Страх? Да. Написано, начало мудрости, страх Господень. Это в Библии написано. Вы Библию читайте. Вот я и говорю, что страх это грех. Страх это мудрость Божия, это дар Божий. А когда страха нет, человек все, что попало делает, блудит, матерится. Так же, как суеверие и грех. Суеверие? Да, грех. Суеверие это плохо. А страх Божий Господь дает. Кто без страха пытается жить, у него ничего нет. Вы выезжаете на дорогу, вы боитесь нарушить. Вы боитесь? Боитесь, как бы жена не изменила. Жена боится, как бы ты не пошел таскаться. Самый большой в жизни грех – это трусость. А трусость есть страх. Перед Богом. Написано. Праведник смел, как лев. Что сделал Понтий Пилат, когда предал Бога? Струсил? Значит, испугался. А если испугался, значит, грех. Все правильно? Страх. Есть страх Господень, который от Бога. И страх, который, чтобы не попасть людям на глаза. Почему блудник таится? Понимаешь, Пилат? Предал Бога. Предал Бога. Понимаешь, отец? Ну, и что? Предал Бога. И что? Он струсил, а значит, соврал. Ну, а раз струсил, так что? Зачем он струсил-то? Он имел власть отпустить его. Самое, самое, блядь. То-то вы... Теперь что? Ругаться-то зачем начинаете-то? Вам не стыдно будет? Струситься в этой гре. Я завтра буду говорить, что мусульманин матерился. Они скажут, что это не мусульманин, а так, шалава какая-то. Я не мусульманин. Я не мусульманин, я православный. Православный. Православный? Ну, тогда дело другое. Вы это православное... Это другое дело. Вы знаете. Мы пытаемся довести до твоего мозга, что Понтий Пилат струсил. Ну, и что дальше? Ну, и что, его разве церковь прославляет за это? Главой своей, что сделать? Это отрицательный страх был, и поэтому о нем так и говорится. Понтий Пилатий струсил. Струсил еще из этого. Господь говорит так. Гонят в одном городе, бегите в другой. А если струсил, значит собрал. Ну, вы начинаете плести, что попало. Скажите, когда вы молились в последний раз? Это не важно. Не важно, это важно. Если вы предстоите перед Богом, вы не будете пустословить. За каждое слово перед Богом дадите держать отчет на суде Божьем. Вот какое дело. Отец, как раз-таки ты и ты будешь делать. А написано про смех. Ну, сами посмотрите в зеркало-то, на кого вы похожи-то. Глаза какие, как вы говорите, и выходите в эфир, и все пьете и пьете. Пытаетесь геенский огонь потушить. Блуда. Ладно, ложись пока. Проспись, завтра можно встретиться будет. Дал нам повеление. И говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И мы это делаем. Пришли, чтобы рассказать о суде Божьем за все, что здесь творится в этом развратном Содоме. В Содоме отыщат рулетки. Если люди не верят в Бога, то причина только одна – боязнь отвечать за свои грехи. И человек думает так – ничего не будет. А не будет, так ты и живи нормально, то почему же ты грешишь-то? Безобразничество, сквернословят, блудят, пьют, курят. Мы свидетельствуем о Боге. Что у вас там? Я не вижу, что там, крестик или что? Вот смотрите. Иногда тут очень много в этой рулетке процентов 90 мусульмане. Я им покажу. Это ваша книга? Коран. Я говорю, считай, что написано. Два человека прочитали, его перевели по-разному. Не знают. Я говорю, а что написано 5-й асурах, 47-й, 66-й аят? О том, что мы, христиане, у вас, в вашей книге, называемся «Люди Писания». А это было в 7-м веке. Другой не было книги Писания, только Библия. И там написано «Всевышний дал нам инжил Евангелие». Бая, ты где? В тюрьме или где? Нет, уже на свободе. Освободился. А это что-то? Это камера или что? Нет. Это квартира. Единственная в России такая. Опачки. Это не просто так. Если вы не боязливый, можете выслушать, я вам объясню. Ну, давай. Ну, давай договоримся. Только ещё одно условие, что вы не будете материться. Окей. Окей. Но я насчитал ещё первый в стране архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных и написал стихотворение о Ленине, что это бандит, разбойник и убийца. А расскажи стихотворение о Ленине. Я сейчас расскажу, пока. Подождите. И меня отправили... Я прошёл пять тюрем и лагерь смерти, как называю. В 87-м году, 25-го марта, нас 210 человек политзаключённых выпустили одновременно. А когда я освободился, я стал требовать законным путём, что у меня изъяли. По государственным нормативам они должны были мне 11 миллиардов. То есть те недомерные деньги. Я делал переводы с разных языков. А когда 11 лет шёл суд, я его выиграл, им платить нечем. Сделали виновной городскую администрацию города Барнаула, а КГБ в стороне. Так, подождите пока, не пейте. И тогда я предложил рассчитаться недвижимостью. И тогда приехал мэр города, они мне дали 13 соток и два дома рассчитаться. Прекрасное такое место. И вот здесь центральная газета, всё запечатлели. И статья была, Лапкин предпочёл храм недвижимости. Чтобы зэку, каторжнику, мэр города, который входил в десятку лучших мер в России, Баварин Владимир Николаевич, приехал и отдавал вот это место. Я сделал этажами, чтобы больше можно было принимать гостей. А в одном доме мы сделали церковь Божию. Я должен быть рядом. Я должен быть рядом с ними, сочувствовать и плакать вместе. Заочная, это не имеет той силы. Я не просто молюсь, я жертвую собою. Буду рядом с ними, с самым большим руководством. Они знают, я христианин, мне 81 год. Я молиться только буду. Молиться безмолвно, никто меня не услышит. Что дадут, поесть, поем. Не дадут, так проживу. А как вы, кстати, относитесь к тому, что многие священники, ну, они как-то неискренне идут в церковь служить? Для них как эта работа? Да, как работа, к сожалению. У меня брат родной, на 5 лет моложе меня, он священник, протеерей. Вот мы строим деревню православную, нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать. И в храм построили, школу, все это сами делаем. И он держит овечек, около 100 овец. Жена агроном, она тут с институтом сотрудничает, с сельскохозяйственным. У нас с тарелкой по храму не ходят, ничто не продается, вообще денег нету. Десятина включенная, и все как закят, у вас, знаете. И все. И у нас полная тишина. Отдельно стоят женщины, отдельно мужчины. У нас женщины одеты, в храме стоят два платка, как хиджаб. Нас за мусульман считают. И все мужчины с бородами. Без бородого или без усов ни одного нету. Мы соблюдаем тот образ, который Бог дал человеку. Притом вы можете это зайти, проверить, во свете Библии Игнатий Лапкин. Ютуб. А если по скайпу Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. Скайп. По скайпу. Я там все материалы могу скинуть. Мы говорим, мы молимся утрами. Господи, научи нас жить в бедности. Красиво, интересно и экономно. Да. А, кстати, я немного не вся с ним понимаю. Почему так получается, что те, кто не верит в Бога, те, кто не живут по Божьей, да? Они богаче тех, кто живут. Может быть. Может быть. Хотя мы так сказать не можем. Вот, допустим, самые крупные миллиардеры в Америке – Морган. Ну, он там, эти, как называют, мормоны. Я, говорит, знал, надо платить десятую часть. Я, говорит, платил там 25 долларов в месяц. А теперь 25 миллионов. 25 миллионов. И это Бог мне подал. Он по-своему понимает. Я просто говорю. Я не имею ничего. У меня пенсия минимальнейшая. Сейчас что-то там тысячи две прибавили. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Я строитель. Печник. Мне не давали правом работать. Но у меня выработка всегда была 280-300 процентов. Вот десятина – это десятую часть, которую я получаю. Из сотни должен десятку отдать. Десятку на дело Божие. Я когда первый раз услышал, мне 23 года было, а у меня огонь горит внутри. Я люблю Господа. Я про себя подумал, Господи, дай мне силы. Я буду платить 9 десятин. 100 заработаю, 90 отдам. И 57 лет так прожил. Вы найдите такого еще. Фанатика, экстремиста. Это моя жизнь. Я никого к этому не призываю. И все люди это знают. Ваш взгляд на мир. Это я понимаю прекрасно. Да. И потом у меня на учете стоят многие. Многодетные. Больные где-то. И приходится всегда помнить о них. Помнить – это значит не слова говорить. Чтоб понятно было. Мне Бог сделал так из меня в высших понятиях о деньгах. Хоть кубометром доллары будут лежать, я не понимаю. Вызвали меня в Америку. Я много ездил. Они не могли мне ни одного мороженого скормить. Рваные носки на меня не могли заменить. Это моя жизнь. Я в этом радуюсь. И благодарю Бога. Да. А вы бы все равно еще эти части в душе, да? Не смотря на что. Понимаете. Ну, это короткая такая жизнь. За мне 80 лет, 81 год. А я прошел пять тюрем. Это не игрушка. За слово Божие. И я за все благодарю моего Бога. Этот путь. Говорит. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Это. Кстати, я только не понимаю. Вы очень умный человек, да? Очень образованный, духовный. Но почему бы это сидеть в дуе рулетки? Тут же всякие, ну, те, кто этому неинтересно. По повелению Божию. Какие пошли? Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-й си. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Поэтому мы проповедуем, чтобы крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как написано. Я ничего не добавляю своего. Да, я много занимаюсь, много друзей, но много и врагов. Против меня около 200 роликов в интернете стоит. Притом разное там голову отрезают, прилепляют. Всякие пакости. Иногда даже один раз пришлось обратиться в прокуратуру. А делал это мусульманин. Мусульманин себя назвал. И из Караганды местная прокуратура сделала туда запрос. Там, видимо, разобрались. Мне сразу пришел ответ. Все. Я гляжу, в интернете нет. Все сразу спихнули. Ну, он обнаглел безразмерно. Не знает, не встречались никогда. Ну, вот. А оказалось, он содержит дом терпимости. Там за ним такое пошло, что... Ну, Господь говорит, гнали меня, буду гнать и вас. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как неугодное сыну человеческому. Так гнали меня прежде вас. Это ваша награда. Я благодарю Бога. Врагов они считаются врагами, а я их не считаю. Я за них молюсь. И в конце молитвы добавляю, Господи, в судный день, когда все воскреснут, не вмене им этого грех безумия. Они не знают, что худо творят. Так что врагов у меня практически это много, но нет. Они для меня не враги. А что им от вас надо этим врагам? Вы же вроде так свою религию проповедуете. Вы же ничего не добавляете. Знаете, я назову его, допустим, Ян Милостивый, был один патриарх, и там один племянник его христианина обидел. Сильно обидел. Вот было же такое. И патриарх поступил в подарок. И говорит, нет большего для человека счастья, как обидеть христианина. За него все кто-то заступится, да еще и дары нам дадут. Вот. Я когда прочитал, подумал, соответствует действительности. Вот у Яна Милостивого, у него ежедневно питалось три тысячи человек. Это какие столы были? Три тысячи. Тогда пенсии-то не было. Вот если зайдете на наш... Все, мне пора. Спасибо вам за... Да. На нашем сайте, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там все мои книги. А по скайпу вы меня найдете. По скайпу, Игнатий Лапкин. С Богом. Хорошо. Все доброго. Храни Господь.